Всем большой привет! С вами вновь Александр. Давненько я не выкладывал обзоры, но сегодня у меня есть хороший для этого повод. Новиночка от компании Brintax. Модель называется Beagile M. Всем снова привет! В двух словах о спонсоре моего канала, о партнере канала, благодаря которому и существует мой канал, на котором я вам показываю детские автокресла, коляски и всякий разный детский товар. Это сеть магазинов Мир Автокресел и Первая Коляска. Это практически самая крупная сеть детских магазинов в России. Я не помню никого больше, у кого имеются такие большие крупные магазины, как Мир Автокресел и Первой Коляски в стольких городах. А что касается самих магазинов, ребят, тут все очень просто. Товар в наличии, товар сертифицированный, товар с нормальной, полноценной гарантией. И привезут вам два товара на выбор. Оплачивать можете как хотите. Привезут вам в тот же день. Всегда решаются быстро вопросы гарантийные. В принципе, сервис очень хороший в магазине. И вы можете приехать, пощупать товар в наличии. Вот это вот, на мой взгляд, далеко-далеко не во всех магазинах есть такая возможность прийти, пощупать кресло, например, прийти, померить ребенка. Коляску поюзать, покатать. И причем коляски в наличии держатся даже самые дорогие. Большинство магазинов возят под заказ, а здесь в наличии. Прямо за 120 тысяч. Пожалуйста, приходите, смотрите. Мало кто держит это все в наличии, чтобы можно было пощупать. Так что, ребята, очень рекомендую вам эти магазины. Ну, а мы с вами продолжаем обзор. Это действительно переработанная коляска B.A.Gile предыдущая. Скажем так, послушали, что нужно людям, что не нравилось той колясочке B.A.Gile. И добавили то, что люди просили, скажем так. Хотя и тот B.A.Gile тоже очень-очень хорош. Но этот все-таки немножечко интереснее. Так, смотрите. По-простому. Начнем с вами изучать ее сверху вниз. Кстати, ценник у колясочки абсолютно конкурентоспособный. Учитывая, что она от компании Britex. Это как бы, понимаете, да, что за бренд? Это очень крупный, серьезный, один из лучших, в принципе, брендов на рынке. И актуальную цену, и точные характеристики сантиметров, миллиметров, кому прямо вот настолько все надо. Ссылочка внизу на первую коляску есть. Там, увидите, все в миллиметрах, сантиметрах. Ну, а мы с вами начнем изучать ее сверху вниз. Давайте обратим внимание на козырек. Козырек тут действительно большой. Больше, я считаю, не нужно, в принципе. Зачем его там на ноги опускать, я не понимаю. Многие так хотят. Вот это козырек предостаточный. Кто-то может в минусы занести вот здесь вот сеточку. Но не забываем, что и здесь тоже дырочка. И дуть в любом случае как-то ребенку будет. Не нравится? Закройте. Если уж настолько все вам вот не понравится вот это вот сеточки по бокам. Закрыли. И все. Соответственно, сверху у нас есть смотровое окошко. Единственный минус этого окошка, то, что оно закрывается и крепится на липучках. Вот этого я не люблю. В Britex хотелось бы видеть все-таки магнитную систему. Что касается ручки. Сейчас, креплю этот. Поковку не снял. Ручки. Она не регулируется по высоте. Вот у меня 186 сантиметров рост. Поэтому смотрите приблизительно, как она будет вам. Мне вот то, что доктор написал. Четко, где мне комфортно. Кстати, видите? Подстаканчик фирменный. Причем он такой, что и бутылку туда вместит. И не мешает, легко снимается. В общем, отличный подстаканик. Так, давайте дальше пойдем. Из особенностей. Вот эта вот часть, она никак не откидывается. Я не могу ее вот отодвинуть и как-то там проветривать летом. Но зимой зато никаких зазоров, щелей дуть не будет. Что касается регулировки спинки. Здесь первый раз в книжечках от Притекса я вижу дни и мешки. Здесь у нас жесткая фиксация. Просто поднимаем. И все. Надо опустить. Движочек и опускаем. Соответственно, ну, естественно, не 180 градусов, но практически ровная поверхность. Для сна ребенка самое оно. Достаточно длинное. Опять же, характеристики по ссылке внизу сантиметров. Посмотрите. Там все это есть. Так. Еще многим людям не нравится, когда спинка завалена назад. Вот здесь она не завалена сильно назад. Здесь нет 90 градусов, но ребенок практически полностью сидит. Бампер у нас есть для безопасности. Пятиточечный ремень с мягкими накладками везде. С этим все в порядке. И бампер достаточно далеко выступает. И у ребенка много пространства. Подножки, естественно, у нас регулируются. Куда без этого. С этим все в порядке. Материалы, кстати, немножечко изменились. У Притекса обычно используется другая ткань. Здесь она стала чуть более нежной, что ли. В Притексе, если это не джинсовый материал, он обычно чуточку грубее. Здесь он стал чуть нежнее, тактильно поприятнее. Хотя и тут тоже нормально. Так. Давайте посмотрим на шасси. Что у нас здесь свет представляет шасси? Шасси металлическое. Сборка, ребята, здесь просто эталонная. Я не нашел ни одного элемента, где есть маленький люфт, зазорчик. Что-то было не так. Все отлично. В комплекте, кстати, видите? Фирменная упаковочка, фирменный дождевик. С этим все огонь. Достаточно глубокий у нас багажник с хорошим проемом. Можно сюда крупные вещи тоже подзагрузить. Колеса у нас здесь полиуретановые. Они достаточно легкие. Амортизация есть и спереди, и сзади. Естественно, спереди колеса можно заблокировать, если вам это надо. Какие-то неровности преодолевать. И что касается тормоза, то у нас стандартная кнопочка. Заблокировали и отжали. Обратной стороной обуви придется отжимать. Потому что еще одно нажатие сверху, оно его тормоз не снимает. Поэтому имейте в виду, кто любит вот такой тормоз, чтобы не пачкать обувь. Здесь не так. Так, давайте посмотрим, как складывается колесочка. Потому что складывается она очень легко. Вот здесь кнопочка сбоку. Нажали. И под ребеночком есть ремень. Все. Соответственно, вот такая она у нас получается в сложном виде. Насчет того, что стоит она или не стоит. Вот, смотрите сами. Поставить можно. Если сейчас снять бампер. Он, кстати, как калитка не откидывается. Его нужно снимать. Вот это тоже к минусу можно отнести. Снять. Если именно то, в сложном виде она будет еще компактнее. Поэтому, все, что хотел я вам рассказать об этой коляске, я вам рассказал. Как по мне, ну, не могу сказать, что дешево, но абсолютно конкурентоспособная цена с колясками даже чуть ниже класса, менее именитые бренды приблизительно столько стоят. А то и дороже на самом деле бывает. А тут вы получаете бритокс, качество бритокс, имя бритокс, сервис бритокс вы получаете. И, соответственно, ликвидность на вторичном рынке легче бритокс продать. И, в целом, к коляске особо претензий нет. Что из минусов, на мой взгляд, есть, я их вам уже сказал. Соответственно, решение, как обычно, за вами, что вам покупать, что выбирать. Но, как по мне, колясочка до 20 тысяч рублей из полноценных, всесезонных и достаточно легких, весит она 10 килограмм. Но это не 7 килограмм и не 8, конечно, но о пределах разумного веса на горбу носить все равно их не носит. Правильно, чем под этим килограммом плюс не нужно гнаться. Как по мне, качественно сделано. Претензий у меня нет. Просто и сам катал дитя в первом бритоксе. Как только мы ее не мучили, она не ломается. Вот хоть треск, ее сломать очень сложно. Я не пытался сломать. Но она действительно показала себя как очень надежной. И поэтому я рекомендую обращать внимание на бритокс при выборе коляски. Ну, а выбирать, естественно, вам. Если это видео вам было полезно, обзор вам зашел, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на мой канал. Это помогает мне делать все больше для вас обзоров. Ну, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора колясочки для вашего ребенка. И удачи вам. До свидания. До свидания. До свидания.